Доброе утро! Сегодня буду я, Серега Флинт Яхницкий. По секрету вам расскажу, что в Positive Technologies я тоже хотел устроиться, но ребята из такси предложили мне в Питере пить, поэтому я не смог им отказать. Сегодня у нас будет множество классных докладов, а сейчас немножко будет про технические детали. Вы сейчас видите карту, и я вам расскажу прогноз погоды. Мы с вами находимся вот здесь, в Москву Пайфон. Будет солнечный день, возможно, волны оваций. Вот. Сегодня через несколько часов… Ой, верните меня, пожалуйста. Через несколько часов ожидаются осадки видеобеда вот здесь. То есть у вас будут ваши бейджики и талончики, которые вы получили на регистрации. Если у вас талончика нет, то вы можете подойти справа в зале, получить его. То есть с талончиком вы сможете сходить на обед. And last, but not least, сегодня в 7 вечера будет автопати. Вот здесь. Чтобы туда попасть, у вас должна быть наклеечка с лого-конференции. Не забываем бейджики, наклеечки. Так, давайте продолжать. Можно следующий слайд? Вот. Ой. Верните его. Верните QR-код. Сегодня можно общаться не только с спикерами, задавать им вопросы, но и в чате общаться. Будут ребята из онлайна, поэтому обязательно сканируйте QR-код, присоединяйтесь к чату, пишите там ваши вопросы. А за лучшие вопросы вот здесь, в оффлайне, можно будет задавать вопросы спикеру, поднимать ручку. Лучший вопрос получит подарок. Поэтому не стесняемся, садимся поближе, задаем вопросы, готовимся во время доклада. Продолжаем. Первым у нас будет... О. Ребята, да, удачи на конференции. Сегодня будет классно. Давайте похлопаем. Сейчас начинаем. Первым у нас сегодня выступает Ваня, использователь Технологис. Он любит экстремальные виды спорта, катание на горных лыжах, сноубординг и раст. Поэтому даю ему слово. Спасибо. Всем привет, привет. Спасибо большое за представление. Привет, друзья. Активный участник купонсорства общества. Про PTS Unbox. Собственно говоря, что за продукт? Нам на вход идут разные файлики. Мы их сканируем поведенческим анализом, статическим анализом. Выносим какой-то вердикт и принимаем решение, пропускает файлик внутрь системы или нет. Несколько его особенностей, которые помогут понять. Во-первых, мы вон премис решения. Это значит, что мы поставляемся клиентам прямо на их сервера. У нас нет как такового прода, куда можно зайти, что-то поправить быстро и выкатить. Поэтому решение должно быть стабильное, если какие-то проблемы возникают. Желательно, чтобы система сама себя лечила. И в целом у клиентов бывает разное железо, медленные диски, медленная сеть, быстрая сеть. В общем, прям куча особенностей. Так, в нашем продукте используется микросервисная архитектура. Все это написано на питоне и небольшие вставки на расте. Я это сегодня покажу. Работаем мы в кубернетисе. Собственно говоря, верхнеуровневая архитектура в нашем продукте выглядит так. У нас есть entry-point, куда на вход подаются запросы по разным протоколам. Затем отправляется на сканирование сканирующее ядро. Там есть два потока данных. Первый — это RPC с какими-то метаданами. И второй — это файлы, которые надо сканировать. И это все добро как-то отправляет события в бэкэн, чтобы рисовалось красить. Да что такое? Чтобы отправлялась, рисовалась красивая UI-ка. Вот. Я расскажу, какие проблемы были у нас в источниках. Это работа с сетью. Расскажу, какие проблемы у нас были в сканкоре. Это работа с файлами в осин.к.io. Ну и, наверное, все. Собственно говоря, источники, что они делают? Они принимают трафик по разным протоколам. SMTP, NFS, ICAP, HTTP. Вот. Они эти протоколы парсят, достают оттуда разные файлики. Вот. Все это складируют, отправляют на сканирование. Отправляют на сканирование сканирующее ядро. Отправляют события в бэкэнд. Ожидают ответа. И дальше на основании ответа от сканирующего ядра принимают решение, мы будем этот файлик пропускать внутрь системы или не будем. Архитектура сканирующего ядра. Собственно говоря, у нее есть две точки входа. Первая — это RPC с метаданами о запросе. Она приходит в скан-машину, и скан-машина дальше отправляет в разные подсистемы этот файлик на сканирование. И второе — это, собственно говоря, самые файлики. Они отправляют в скан-файл-менеджер. И эти сервисы ходят в этот скан-файл-менеджер и говорят, дай мне файлик, дай мне файлик, дай мне файлик, чтобы я его мог просканировать. У нас в продукте достаточно длинная история. Я в нем работаю уже где-то шесть лет. И изначально, когда я пришел, у нас была очень интересная такая ситуация. У нас вся производительная часть была написана питоне, а весь UI был написан на плюсах. И от плюсовиков нам досталось хексагон RPC. Немножко пару слов о нем. Работает он по TCP, по UnixSocket. У него есть поддержка мультиплексирования. Все знают, что такое мультиплексирование? Это несколько потоков передачи данных в рамках одного сетевого соединения. У него есть поддержка регистрации сервисов. То есть, когда клиент коннектится к серверу, сервер анонсирует те сервисы, которые он поддерживает. И у него была прикольная фича, которую мы не поддержали, к сожалению. Когда клиент коннектится к разным серверам, он отправляет запрос по TCP-сокету, и ответ к нему может прийти вообще абсолютно по другому TCP-сокету из другого TCP-соединения, из другого сервера. Это было сделано, условно говоря, когда вы присоединяетесь к одной ноде в сети, вы имеете доступ до всех сервисов в этой ноде. Но вместе с этим у нас пришла прям куча проблем от него. Первое и прям самое неприятное — это нельзя остановить поток данных. Что это значит? У вас льется какой-нибудь большой файлик по этому TCP-сокету. Ну, скажем, гигабайт. А что гигабайт? Давайте 5, короче. А клиент у нас медленный. Ну, не знаю, на питоне там, например. Он просто тупо не успевает вычитывать эти данные из TCP-сокета. Что делает операционная система? Правильно. Пишет эти данные просто в оперативную память. Приходит ОМ-киллер и прибивает. Вторая его проблема — это кастомный протокол. Open-сорсных решений для него нету, ничего готового нету. Все пишем сами. Если вы хотите закорячить еще один язык в свой продукт, вы этого сделать не можете. Извините, пожалуйста. И последняя его проблема — это наша легоси. Мы вообще мечтаем его выпилить и затащить в какой-нибудь там gRPC, условно говоря. Второй наш RPC — это RabbitMQ. Собственно говоря, обычный RPC по RabbitMQ устроен так. У вас есть клиент, он отправляет сообщение в какую-то очередь, сервер вычитывает это сообщение из этой очереди, выполняет действие и кладет ответ в очередь, из которой клиент ее ждет. Для этого мы используем механизм DirectReplyTo. Есть ссылочка на документацию и есть пример кода в пике. Немножко разберем его. Здесь представлен достаточно простой код. Это сервер, который декларирует очередь, где он будет ждать реквесты. Вот. Вешаем коллбек на эту очередь, запускаем. Вешаем коллбек на эту очередь, где мы получаем реквесты. Где мы получаем реквесты, просто пишем в консоль для отладки, и отправляем ответ. Отправляем ответ. В пропертях у нас лежит. Хорошо. Договорились. В проперти у нас приходит очередь ReplyTo, куда надо положить очередь, и мы акаем сообщение, что мы его обработаем. Огонь. И достаточно простой клиент. Собственно говоря, вся магия здесь происходит в имени очереди. mqp.rebitmq.reply.defis.to Это такая магическая очередь в кролике. Когда кролик ее видит, он генерирует какую-то временную очередь, которая прибинжена к конкретному коннекту и к конкретному ченнелу. И когда она получает ее сервер, он просто отправляет туда. Дешево, сердито, работает, все хорошо. Какие достоинства у нашего RPC? Первое – это отказоустойчивость. Кролик нам ее предоставляет. Вторая его прям приятная фишка в том, что при перезагрузке сервиса мы не теряем свои RPC-запросы. Они лежат в очереди, сервис поднимается, и мы в целом можем их или повторить, или обработать дальше. Из коробки мы получаем балансировку нагрузки. Просто разные инстансы сервиса биндятся к одной очереди, слушают ее. Нужно поднялись, нужно упали. И кролик дает нам балансировку нагрузки. Достаточно просто скалировать сервисы. Не нужно там не править никакие конфиги в Nginx, ничего, просто прибедились к очереди с тем же самым именем и пошли дальше. А недостатки? Это, наверное, недостатки, которые нам достались от кролика. У нас нет механизма отмены одной конкретной задачи, которая была отправлена. То есть, зная одичьих задач, вы не можете ее отменить, сходить в кролик и сказать, дружище, отмени, мне там десятая задача в очереди. Такого сделать нельзя. Нельзя достать метаинформацию о задаче. Например, мы хотим узнать, какие у нас RPC-запросы сейчас находятся в очереди. Без вычетки этих RPC-сообщений из очереди вы этого сделать не можете. Второй интересный недостаток. У нас два разных тайм-аута. Первый тайм-аут на клиенте – это то время, в котором клиент готов ожидать ответа от сервера. И второй тайм-аут – это серверный тайм-аут – это то время, которое серверу дается на обработку сообщений. Зачастую они бывают разные, потому что клиент готов ждать какое-то время, пока сообщение полежит в очереди, а серверу все равно нельзя давать много времени на обработку. У кролика есть такая интересная особенность, когда у вас заканчивается место на диске, или CPU заканчивается, или память, или что-то у него вообще в целом на ноде идет не так, он просто блокирует соединение, и все встает колом. Единственное решение, которое мы нашли, это вручную детектировать это, когда клиент приходит, у меня ничего не работает, и мы просто ребутаем кролик, начинается каскадная перезагрузка, но в целом потом все работает. И последний его недостаток, это, наверное, недостаток нашей имплементации, RabbitMQ RPC, у нас нет механизма регистрации сервисов. Словно говоря, клиент отправляет сообщение в очередь какую-то, и он не знает, кто-то слушает ее, не слушает ее, он просто будет сидеть, ждать тайм-аут, пока ему кто-то не ответит. Следующий наш транспорт для данных, для файлов это ScanFileManager. Какие задачи у нас решает? Так у нас бывают многонодовые инсталляции для отказоустойчивости, для распределения нагрузки, файлики нужно синхронизировать между разными нодами. Это одна из его задач. Вторая задача — это сохранять эти файлики, условно говоря, навечно, когда клиент хочет в будущем посмотреть, а что у него вообще случилось, какие файлики к нему ходили, какая вирусня там лежала. И последнее, после завершения сканирования нам нужно очищать эти файлики, иначе у нас просто диск забьется, и у нас такое случалось. Архитектура его выглядит примерно так. У него есть три сервиса. Первый — это ScanFileManager, непосредственно который синхронизирует файлики между нодами. Второй — это Storage Service, который получает RPC-запрос, кладет файлик в очередь на загрузку в постоянный Storage. И есть Ingenix, который помогает нам в синхронизации файликов между разными нодами. Ура! Я расскажу вам про то, как мы решали вопрос синхронизации файликов между нодами. Казалось бы, у вас там сетевое I.O., все дела, возьмем Async I.O., и все будет нам счастье. Но нет, это неправда, потому что у нас достаточно активная запись с диском. Файлики должны синхронизироваться быстро. И первая наивная реализация была, хорошо, давайте возьмем, мы там кой-то словно PyCurl, который синхронный, завернем его в процесс PoolExecutor, и все у нас будет работать, все будет в целом хорошо. Почему мы не взяли ThreadPoolExecutor? Потому что постоянное переключение контекста между Python, C-шкой и обратно, это достаточно дорого. Мы его написали, и оно вроде работало, но не очень хорошо. Поэтому у нас появились костыли. Вот третья строчка, вы можете заметить, от Exit Unregister. По умолчанию, в процесс PoolExecutor в Python дожидается завершения выполнения всех задач. Нам это было не нужно. Наш RPC позволяет нам эти задачи перевыполнить потом, после перезапуска. Нам надо моментально эту задачу завершить. И пришлось корячивать вот такой вот интересный костылек. Там Typeignore еще написано, если вы посмотрите. Это иначе у нас MyPy начинает ругаться, и Линтер, потому что импортируем приватные данные. Второе, есть инициалайзер. Нам нужно подписать на, убрать обработчики сигналов под SpoolExecutor и заменить их на дефолтные, которые приводят просто к завершению процесса. Ну, а в целом дальше код как бы весьма понятный. Но вместе с этим нам пришли интересные особенности, наверное, уже Линукса. У нас достаточно активная запись на диск. У клиентов бывают весьма медленные диски. В Линуксе дисковое работает примерно по следующему флоу. Если вы не открываете файлик с флажком O-Direct. Вы вначале пишите этот файлик, Линукс вначале пишет какие-то свои внутренние кэши, и потом там в бэкграунде он начинает этот кэш сбрашивать на диск. А вот теперь представьте, у вас диски медленные. В C-группе версии V1 была интересная особенность. Эти дисковые файлы кэши учитывались в памяти процесса. К чему это приводило? К тому, что приходил ОМ, а у нас там просто SpoolExecutor, и он начинал как бешеный бегать по всем C-группам и прибивать там процессы. Хорошо, если он попадает на PIT1. Тогда у вас сервер завершается, рестартует, и все хорошо. Но у клиента мы столкнулись с интересной особенностью. У него файлики не синхронизировались вообще, и любой RPC-запрос туда завершался с ошибкой. Потому что ОМ прибил все процессы в процесс полуэкзекьюторе. В PIT1 нет механизмов, чтобы рестартануть процесс полуэкзекьютор, пересоздать его, переподнять процессы, проверить хелфчеки. Вот просто надо с этим жить и как-то бороться. Поэтому, так как я люблю Rust, мы написали вторую реализацию, собственно говоря, заиспользуя библиотечку PIO3. Те, кто знакомы с Rust, в целом ниже можете посмотреть пример кода. Без особого, без логики. В целом, это несложно. На выходе получается обычный стишный экстеншн. А сверху есть интересная особенность при работе с threadpool-экзекьюторами в PIT1. В PIT1 добавили контекст вары, который вам позволяет пробрасывать какой-то контекст между тасками, чтобы там в логе, например, request.id или user.id логировать. По умолчанию в threadpool-экзекьюторе это не пробрасывается. Поэтому приходится вот такое крутить. Жалко, что это нету нигде. Ты с этим когда сталкиваешься, такой, блин, ну как так-то, а? А что вообще у нас в Linux со синхронным файловым API? Была старая реализация POSIX вызовов, вот это IORit, IORite. В Linux под капотом она работала просто на threadpool-экзекьюторе. И нужно файлик было открыть с флажком ODIRECT. Это мы отключали все файловые кэши в Linux. В шестой версии Linux добавили IORing, которая позволяет делать асинхронное дисковое I.O. Из хороших новостей в любую вы затащили это уже. Увелупе я не видел, к сожалению. Источники. Я вам расскажу про один источник, над которым я лично работал. Это источник по работе с почтой, с MTP-сервер. Когда мы его начинали писать, у нас была развилка. Первое — это взять готовый POSIX, и будет нам счастье. Но счастья не случилось, потому что из POSIX надо как доставать какую-то информацию, доставать эти письма. По умолчанию POSIX не очень хорошо это позволяет делать. Он вообще такое решение в себе. Поэтому мы от этого отказались. Есть стандартный питонячий SMTP-D, который в стандартной библиотеке, но он синхронный. Есть IORI SMTP-D. С ним в целом все хорошо, он работает, к нему вопросов нет, но там есть одна неприятная особенность. Все письмо, которое отправляется на сервер, оно целиком вычитывается в память. Мы себе такого позволить не могли, письма бывают большие. Гигабайт, два, три. Мы должны с таким работать и не нагружать сервер. Загрузил там три письма, получил 10 гигабайт оперативы. Это небольшая вводная. Из интересного. Я часто на собеседовании люблю спрашивать людей, когда у вас инкае происходит переключение между разными тасками. Зачастую я слышу ответ при любом IORI. Пример, который я сейчас покажу, покажет, что это на самом деле не всегда так. И это не очевидно. Достаточно простой код. У нас там есть какой-то массив из байт. У нас есть writer. Мы итерируемся по этому массиву байт. И в конце вызываем drain. В write что делает? Он пишет данные в сокет, а drain дожидается целиком записи в эти, целиком записи всех этих данных, в сокет и отправки их. В один прекрасный день тестирование к нам приходит и показывает такие логи. Тут интересно подчеркнуто это время. Три минуты ничего в логах не происходило. Это асинхронный сервис. Там приходят запросы. Но три минуты сервис ничего не писал в логе. Вообще ничего. После этого там такое взорвалось все. Там все хелст-чеки пролетели, все лив-нс-пробы пропали. И начали разбираться. Натолкнулись в конце на код, примерно на код, который был выше. Пошли курить, что там вообще во стримрайтере происходит, как он работает. Ну, я так расстроился, когда открыл, а там просто транспорт в write и все. Ну, ладно, пошли читать, что там в этом транспорте происходит. Это реализация для линукса конкретно. Можем посмотреть, что ребята из асинка.io молодцы, соптимизировали. Они пытаются записать первый раз эти данные целиком в сокет. И если получилось, то дальше ничего не происходит. И вся прелесть в том, что дрейн как бы не перейдет при включении другого таска. Ну, писать-то нечего. Уже все записали. Итак, мы подвисли. Вывод из этого, что стримрайтерейн не всегда приводит к переключению на другую таску. А самое, что интересно, вообще не любой эвейд приводит к переключению на какую-то другую таску. И это предугадать весьма сложно на самом деле. Решение было примерно такое. Асинка.io слепнули. Это такой официальный костыль в мире Асинка.io. Он просто переключает вас на следующую таску и заставляет проворачивать event loop. Мы в целом потом пошли по всему коду. Это про понатыкали, и оно работает. Так как я люблю писать на Rusty, я не мог не подсветить, как это сделано в других синхронных рантаймах. В Rusty есть асинхронный рантайм Tokyo. Кто-то говорит, что это стандарт по умолчанию, кто-то говорит, что нет, есть другие. Но это весьма известная штука. И они сделали очень красиво там. Ну, лично по моему мнению, красиво. У них есть тоже абстракция таска, примерно как в Асинка.io. У каждой таски есть бюджет. Любое обращение к ресурсам Tokyo, сокеты, каналы, мьютексы, семафоры и так далее, приводит к израсходованию бюджета. Когда у вас бюджет достигается нуля, вас принудительно переключают на другую таску. К сожалению, у Асинка.io этого нет. Вот в том случае, который у нас был, это бы очень сильно помогло. И мы бы на это не напоролись. А когда код-то большой, это еще найти и надо. Внизу есть ссылка на Tokyo, где они рассказывают про это, как они решали схожую проблему. Там еще есть ссылки на самой статье, как это делали в Гош-ном рантайме, как это делали в Node.js-ном рантайме. Следующая интересная история, которая с нами приключилась, и это было вообще неожиданно, если честно. Это скорее ошибка по невнимательности. Это стримридеры. Напишем такой простой протокол. Скажем, у нас первые 4 байта – это длина пакета, а потом сам пакет. Мы просто его вычитываем, добавляем в респонс, и в конце это просто выводим. Запускаем два сервера на двух разных портах, чтобы там какая-нибудь конкурентность была, с этим было просто проще работать. И пишем простого клиента. Клиент отправляет, собственно говоря, длину сообщения, сообщение раз, два, три, четыре. Отправляет, дожидается, что все записали, все хорошо. Пишем клиента, запускаем первый, отправляем первый запрос, потом отправляем второй. Проверяем, запускаем сервер, запустили клиент, все работает, все хорошо, какие мы молодцы. И пошли ломать сервер. Ломать мы его будем в клиенте. Мы комментируем одну строчку, и в целом на этом все. На этом сервер у нас свистнет. Запускаем сервер, запускаем клиент, и сервер молчит. Все, что вы не будете дальше делать с сервером, он у вас ни на что не ответит. Вообще ни на что на самом деле. Спойлер небольшой, он ушел в бесконечный цикл, причем не айошный, а обычный. Решение, как ни странно, это надо проверять, сколько что вам вернулся, не пустой массив чанков. В документации об этом сказано, что, ребят, если у вас соединение закрыто, то стримрида вернет хотя бы один байт. Я понимаю, что документацию читать надо. Я понимаю, что надо быть внимательным. Но когда у вас большой код, такую ошибку допустить очень просто. И осин койот этого вас никак не защищает. Вообще, в целом, принято, что когда у вас закрывается TCP соединение, то вы отправляете cancel exception. И когда я писал это, в моей голове проскользнула мысль, что, блин, вот у меня же соединение закрыто, и на рит это асинхронная операция. По идее, должен прилететь cancel year, но он там не прилетит. Там просто будет бесконечный цикл, потому что у него это EOF, буфер пустой, и он просто молотит, молотит, молотит. И ничего не происходит. Ссылка на документацию, почитать. И, наверное, at last but not least, это наша скан-машина. Какие задачи она решает? Она управляет сканированием файлика. Условно говоря, она принимает решение, куда этот файлик отправлять, в какие сервисы, нужно ли его туда отправлять, не нужно. Она строит дерево сканирования. Например, к вам приходит какой-то архив, достаточно большой, вам этот архив надо распаковать, построить дерево сканирования, показать красиво, пройтись выше по дереву, вниз по дереву. Вынеси какой-то итоговый вердикт по заданию, которое ему было отправлено, чтобы потом источник или, не знаю, и на UI отрисовать, что мы заблокировали этот файлик по причине того, что это Троян. Ну и отправка событий для бэкэнд, чтобы это все красиво нарисовать. Выглядит это примерно так. Если вы посмотрите, дерево, деревья могут быть большие, и архивы могут быть большие. Например, мы как-то раз сканировали докер-образ. Оно бы сюда не влезло бы, там столько слоев, мы там устали это листать. И для перформанса, и в целом для уменьшения латенци хочется, чтобы эти, чтобы каждые файлики, которые выпадают из дерева, сканировались как-то параллельно. Один запрос в один сервис, это, условно говоря, один RPC-вызов. RPC-вызов, ну, наш RPC-вызов. Там получается примерно такой MapReduce. Отправили одну задачу, на основании этой задачи мы приняли решение, что нужно отправить еще N других задач, параллельно дождаться их, на основании этих N задач понять, что мы хотим отправить файлик дальше, или уже можем его заблокировать. И все это у нас работает на Async.io. В итоге, после определенного времени, мы поняли, что нам нужен какой-то фреймворк для работы таким MapReduce на Async.io тасках. И мы его написали. Внешне это выглядит примерно так. У нас есть какие-то управляющие конструкции, там, chain, параллель, и есть провайдеры. Провайдеры — это одна единица логики. Не могу не набросить на Async.io, очень жалко, что в целом это не очень удобно сделать в Async.io. Там есть gather, например, чтобы дождаться выполнения всех задач, но он может вернуть exception, может не вернуть exception. В общем, это было очень неудобно сделать. Если это не в open source, но если в целом эта идея будет людям интересна, мы, думаю, готовы это выложить в open source. И на этом у меня все. Наверное, выводы будут такие. Я бы советовал бы изучать другие рантаймы, вообще смотреть, что вокруг происходит, и внимательнее читать документацию. Иначе это может стоить вам очень-очень дорого. Спасибо. Похлопаем, похлопаем. Спасибо большое. Отличный доклад. Ты победил не только Async.io и кликер. Я старался. Сейчас вот будут вопросы, люди, руки поднимаем, и за лучший вопрос нужно будет его выбрать сначала, и лучший вопрос получит приз. Давайте, пожалуйста, начнем отсюда. Первая рука была. Спасибо за доклад. Очень интересно. Есть вопрос, наверное, не столько самого Async.io, касающийся, хотя бы в том числе его. Сейчас у меня тоже такие подобные задачи есть, потому что мы делаем продукт, который он премио ставится, и мы у себя, например, закладываем механизм, чтобы наш кастомер мог собрать какую-то диагностику нам отправить. Вы что-то такое делаете? Да, у нас тоже есть. У нас есть, например, вот мой коллега, мы собираем просто все логи, загружаем их у нас на сервере, ну, клиент нам их присылает, и там дальше рисуются какие-то графички, и вот такой. Вот есть такой механизм. Вот по ним можно поймать вот эти вот штуки, когда из НКФ бесконечный цикл уходит и... А там клиент приходит, говорит, у меня ничего не работает, там уже все понятно, уже все плохо. Ну, то есть детальнее, детальнее уже на месте с ним приходится разбираться. Зачастую мы по логам смотрим, но вот конкретно там ряд проблем мы отловили прям тестирование, потому что там сеточка была очень быстрая, у клиента зачастую не такая быстрая сетка, и зачастую наше тестирование большую часть кейсов отлавливает. У клиентов прям там уже какой-то rocket science на самом деле вылезает, там диски медленные, как ты это будешь детектить, ну, вообще непонятно на самом деле. В общем, в случае. Ладно, спасибо. В конце зала следующий вопрос, пожалуйста. Привет, меня зовут Леонид, спасибо за доклад. У меня вопрос не технический, я такой больше про продажи, наверное. Я тоже люблю Rust. Как ты заточил его в production? Как ты продал эту идею команде, бизнесу? Было ли сопротивление? Дай каких-то кулинарных советов, как вот начать жить лучше. Бизнесу в целом, я не помню, чтобы я продавал, видимо, этим занимался мой team lead. Раз затаскивали примерно по таким соображениям. Нам нужен был язык, первый компилируемый, второй нам нужен был язык, который интегрируется с питоном. Потому что прям сеть и писать на голову новые сервисы с двумя кастомными имплементацией RPC на новом языке сервиса. Это было сложно, поэтому нам нужно было делать библиотеки. И как бы выбора там вообще немного оставалось. Оставалось чистым C писать это все. На плюсах, но на плюсах не хотел никто писать. И Rust. Ну и все как бы. Ну а что делать-то? Гошку, ну Гошку я не люблю, например. Я прям сразу сказал, Гошки в этом продукте пока я здесь не будет. Вот и все. Ладно, спасибо. Вот еще, пожалуйста, один вопрос. Подойди, пожалуйста. Добрый день. Спасибо за доклад. Меня зовут Андрей, я тоже из Позитива. Хотелось бы спросить по Песку. Насколько глубоко в архив вы погружались? Зависит настройка пользователя. Ну, предел какой-то же есть. Нет? Спасибо. Если пользователь сам себе злобный Буратино, я не могу ему этому мешать сделать. Давайте, пожалуйста, этот вопрос. Спасибо за доклад. Очень интересный продукт. Можешь, пожалуйста, рассказать, как в entry point'ах происходит handling файлов? То есть, например, если файл… Он пишет его напрямую на диск. А, то есть… Источник получает запрос, он вытаскивает их из сообщений, пишет их на диск, и в целом на этом все. Дальше он отправляет какой-то айдишник в сканирующее ядро. Сканирующее ядро сервис и ходит с этим айдишником в скан файл менеджер, и скан файл менеджер этим крутит. Все, понял. Спасибо. Сейчас мы к вам подойдем. Давайте пока спросим вот здесь один вопрос. Да, вот сюда, пожалуйста. Вы следующий будете. Меня зовут Дмитрий. Дмитрий, у вас был слайд про асинхронный API в Linux, про ее юринг. Вы пробовали его как-то себе затащить? Это довольно новая фича. Мы не можем себе его затащить из-за того, что у нас он премис решения, ядра старые. Мы пока себе этого… В общем, пока мы этого просто даже физически сделать не можем из-за того, что у нас старое ядро. Я пробовал, сам на сишке писал просто для себя, ну, как бы, на этом все. Ну, тогда еще такой вопрос. Раз у вас он премис решения, то есть они ставят на любой свой операционную систему, или у вас все-таки это в докере? У нас это… Мы поставляем ISO-шку, то есть там приводится сервак, мы сами устанавливаем ту операционную систему, которую мы хотим, которая нам нужна. Мы устанавливаем туда Kubernetes, мы устанавливаем туда Docker, и все это работает там. Да почему ее юринг не работает, если вы сами все ставите? Потому что есть старые установки, и поддерживать там две версии разных кубов, две версии ядра, это очень сложно и очень дорого. И каждое такое обновление ядра и Kubernetes, это требует достаточно больших телодвижений с нашей стороны и по тестированию, и по поддержке. Поэтому это происходит достаточно медленно. Спасибо. Вот, ну, например, мы до текущего года жили на кубах 1.14, и только в этом году мы их смогли себе позволить обновить. Вот, и обновить попутное ядро и операционку, но мы тоже не можем затащить в себе самое последнее ядро, нам нужен стейбл. Ну, иначе у клиента там что-нибудь начнет стрелять. Понятно, спасибо. Так, и, пожалуйста, в той стороне зала. Здравствуйте, спасибо за доклад, было интересно. Вы произнесли такую вещь, что если Rabbit падает, то, как бы, приходит клиент и говорит, что все плохо и ничего не работает. Есть ли какая-то возможность все-таки реагировать до этого? Я вопрос не очень понял. Предсказать падение Rabbit я не могу. Не, а среагировать до того, как клиент поймет, то есть в какой-то короткий... Нет, клиент зачастую это может стоять прямо в закрытом контуре, без доступа в интернет, там все зарезано на свете. Мы оттуда ничего достать не можем. Если только по запросу, и клиент это даст сделать. Мы со своей стороны не можем, у нас нет туда доступа. Вообще никакого. у нас есть СССР. Там он просто стоит где-то, не знаю, за семью с замками, и все. Хорошо, спасибо. Вот, пожалуйста, вопрос. Прям много вопросов. Вы рассказали про Sync Sleep 0, известная вещь. Вопрос. Были у вас случаи, когда вас спасали логи? В том смысле, что логи — это ее операция. И от этого, лог как бы тоже происходит переключение контекста? Нет, запись лог не приводит к переключению контекста. Она же сенсорная. Ну, с тридами-то приводит. У нас нет там тридов, они прям пишутся, как я. В целом, это не вызывало у нас проблем пока. Мы стараемся аккуратно их писать. И давайте последний вопрос. Здравствуйте. Я бы хотел тот вопрос продолжить. Там в Рэббите хелф-чеки какие-нибудь повесить. Я просто не знаю, у него есть встроенные или нет. Ну, там, я не знаю. Со стороны кого? Чекать сам Рэббит или клиент? Чекать сам Рэббит, что он живой-неживой, и рестартить его в случае, если он упал, чтобы вот как раз-таки клиент не успел. Нет, такое-то есть. Такое добро-то есть. А зачем тогда клиент к вам приходит? Ну, если у вас... У вас была какая-то очередь сообщений. Рэббит упал, потому что он не может с этой очереди работать. Сообщений-то никуда не делись, диска. Нет, он их пытается загрузить в память, ну, потому что кролик так работает. Он их пытается загрузить, не может, падает, и пошел, поехало. А, он... До бесконечности. Да, 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 такое тоже бывало. А еще такое, тоже предсказать падение Рэббита. У него там, он по определенным причинам у вас падает? Ну, то есть, может, уже там статистика собралась? Ага, там клиент урубильник дернул. У кого-то на SSD, у кого-то на HDD. То есть это разброс. Это прям такой разброс. У кого-то рейды, у кого-то нейроиды, у кого-то кластерное решение, у кого-то стенделон решение. И вот, как бы, собрать статистику, у кого чаще падает, ну, у всех нагрузка разная. В общем, это прям очень тяжело предсказать. Спасибо вам большое за классный доклад, за классные вопросы. Нужно сейчас будет выбрать ровно один самый лучший. Какой тебе больше всех понравился? Наверное, последний. Повезло, пожалуйста, передайте. Тебе тоже полагается приз, это за участие. Спасибо большое. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»